Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Только бы гадость сказать Эти годажные годы были для очень узкого круга людей И те люди, которым и все время было трудно в ситуации кризиса У них гораздо труднее Но я хочу сказать все-таки, что Делается достаточно много для того, чтобы мы все жили лучше И это, конечно, ответственность политиков А то, что мы как политики, например, демонстрируем на этой неделе Когда в парламенте подделывают подписи Когда парламент дает практику оппозиции Оппозиции против позиций Из тактики зуб против зуба То, наверное, это не дает Обществу какой-то доверие к нам как политикам А что подпись подделали госпожа Абултани в парламенте? Ну, это такой довольно интересный случай Я хочу сказать, что Когда собирали внеочередное пленарное заседание Депутаты оппозиции И знали, что это будет 16-го, готово Если даже специально созывали президиум Чтобы его созвать Оказалось, что первый раз Господин Лейшкон подписался дважды На том заявлении, которое им оппозиция просила Созвать неочередное заседание Там был человек, разнервничался Государственные дела решает Ну, два раза подписался Да, но Правила, которые дает созывать Это обязательно созывается Если есть 34 подписи И оппозиции в данной ситуации Вместе с 49 голосов И очевидно, все-таки Но это тоже престиж депутатов И престиж политиков Если таким образом Я считаю, да, конечно Это, наверное, была ошибка Но когда второй раз были И были там подписи Которые, очевидно Был поводом сомневаться Могли ли подписаться те люди Которые подписались Но это, конечно, опять другая А кто это был в подделанной подпись? Можете назвать фамилии этих парламентариев Подписи, которых подделали? Для того, чтобы сказать Что это подпись поддела Наверное, такое заключение И могут дать эксперты А почему тогда у вас такие основания Подозревать, что подделано? Значит, ничего не подделано Раз эксперты пока не сказали Я думаю, что Я не хочу развивать эту тему Поскольку это действительно Я считаю, что Оппозиция поставила Моя очень хорошая коллега Которого я уважаю Тоже члена президием Господина Климентьева Это тот, который с Линдой Мурницей целовался После голосования о доверии? С вашей коллегой по партии? Это тот, который Тоже с президием Который политик Из центра согласия Который давно политик И который действительно Очень коллега А как вы относитесь к центру согласия? Потому что ваш избиратель Избиратель единства Относится к нему критически А вот лично вы и ваши коллеги Как относитесь к центру согласия Как к возможному партнеру По любой политической игре? Так вот, вы бы доверили Пост премьер-министра Кому-то из центра согласия И пошли бы вот в эту коалицию С этой партией или нет? Ну, я думаю, что В принципе, ну, тот сюжет Который был Уже дает ответ Что мы считаем Что и после выборов Премьером должен быть Господин Домбровский И закончить те дела Которые им были начаты Что это все-таки стабильность И ведет все-таки Страну выводит из кризиса Хоть и медленно И хоть очень многие Наверное, не чувствуют Это так быстро, как бы хотелось Потому что действительно Статистические даты одно А то, что человек чувствует В своем кошельке Это, очевидно, не приходит Хорошо, а если не Домбровский Вот если какой-либо другой человек Это будет главным условием Создания будущей коалиции Да? Вот кого из уже названных Кандидатов в премьер-министры Лембергс от Зеленых И Кристиан Шлессер За хорошую Латвию Урбанович от Центра Согласия Ну, другие партии Тоже там кого-то выдвигали Или будут выдвигать Кого из них всех Вы готовы поддержать Как премьер-министра Не Домбровского, я имею в виду Кроме Домбровского Я думаю, что это вопрос о том Во-первых, это будет вопрос президента Сколько премьера номинирует президента Это будет его первая задача Первое заседание нового парламента Будет 2 ноября Выборы 2 октября Так что после этого, очевидно, уже В ночь выборов Будут какие-то результаты Видны из того, как оценит Избиратель то, что делали политики То, что они обещали Насколько они верят И только тогда, конечно Можно будет назвать Какие-то реальные кандидатуры Поскольку выборы Я своим опытом 8 лет политики Знаю, что выборы Могут нести разные Неожиданные результаты Так что Говорить о том Какой будет следующая коалиция Какими бы сегодня не были Те даты, которые нам говорят Я думаю, сейчас преждевременно И, конечно, президента Обычно называют Избавить кандидатуру премьера Того, кто сможет Пойти к нему и сказать Да, у него есть Достаточно голосов в парламенте Чтобы парламент проголосовал За премьера С его правительством Давайте послушаем Татьяну из Риги Звонок по телефону Татьяна, слышите нас? Да, я слышу Мы слышим вас Добрый вечер Добрый вечер Прошу вас У меня такой вопрос Госпоже Я бы хотела Поинтересоваться Что она Лично Сделала для народа Латвии Лично? Лично, да Вот что человек За эти вот Года То, что они Там сидят У меня такое впечатление Что они тусуются Как карточные колоди Один занял пост Второй занял пост Третий занял пост И вот они крутятся Это одни и те же лица Вот сколько лет И одни и те же лица А народ По большому счету Загнан уже в такой Стадный Рефлексу народа Что люди отсюда Просто бегут Вот им за это Не стыдно Спасибо Спасибо, Татьяне Вам не стыдно за это? Перефразируя Повторяю вопрос Татьяны Я думаю Что люди убегают Отсюда По разным причинам Хотя опять Я имею Какую-то странную статистику Что они Так называемые Жильные Когда уезжали Гораздо Гораздо Больше Чем они Уезжают Сейчас И я уверена Если ситуация Начнет стабилизироваться И если Принципы Политики Изменят Свои отношения К обществу То Большинство Из тех людей Которые Уехали Политики Изменят отношения К обществу Как будто Это Я не знаю Там Жизнь животных На африканском Континенте Политики Это в том числе И вы И ваши коллеги По партии И министр Отъема Слайд И блок единства Да Я хочу сказать Что все таки Еще раз вернуться К этим рейтингам Нашего премьера Что несмотря на то Что он сделал Такие очень Непопулярные шаги Что люди ему доверяют Что все таки Этот показатель Премьера Что люди ему доверяют Гораздо больше Это хороший доказатель Но человек Хотел ответить Что сделал лично я И я тоже хочу ответить Чтобы не создалось У человека Впечатление Что сделал лично я За то время Когда я была Министром юстиции Я делала Достаточно много В том числе И мы сменили И председателя Рижского окружного суда Мы сменили И председателя Государственной Излеменной службы Который Который Там сидел Очень многие года И за которым Тоже такие Очень странные решения Которые за все это время Были приняты В принципе За то время Институт нотариусов Начал Начал Меняться И после того После моей критики Сейчас это одна Из таких составных частей Которые Все люди Они получили Хорошее образование Они Они проверяют Своё качество Сами И в принципе Если человек Идёт к ним То он может быть уверен Что он получит Качественную Качественную услугу То что Казать Судебных исполнителей Так что Я могу продолжать Продолжать В принципе Достаточно много Я за это время Сделала А почему тогда Может Судебные исполнители